Всем привет! С вами инженер электрики Кимов Игорь. В этом уроке мы рассмотрим набор конструкторов, по которому можно подробно изучить работу микроконтроллеров и автоматики. Для более подробного изучения конструктора я создал отдельный канал, где я буду разбирать схемы из конструктора, а также как микроконтроллер программировать. Рассмотрением этого конструктора я не ограничиваюсь, так как мир автоматики достаточно обширен. Мне важно, чтобы вы показали интерес к данной теме и подписались на вновь созданный канал. Как только подписчиков будет более 100, я начну выкладывать уроки. Ссылку на канал Ардуино для начинающих я оставил в описании. Данный набор я заказал на Алиэкспресс. Основой является плата Ардуино Уно, на которой расположен микроконтроллер с устройствами ввода-вывода. Для изучения данной платы в конструктор входит большой набор разнообразных датчиков и исполнительных устройств, которые можно к ней подключать. Также в комплект входит монтажная плата, на которой можно собрать схемы без пайки, и программы скетчи для программирования микроконтроллера под каждый урок. Чем интересно изучение данного конструктора? С помощью платы Ардуино Уно можно сделать практически любой блок автоматики, запрограммировав микроконтроллер под себя, подключив соответствующие датчики и исполнительные устройства. Чтобы понять, как это сделать, стоит изучить как схемы данного конструктора, так и то, как правильно запрограммировать микроконтроллер данной платы. Программы скетчи для платы Ардуино делаются в открытом коде, что сделало эту плату очень популярной. Существует много разработанных устройств с этой платой, а также много совместимых с ней устройств, что расширяет ее функции. В описании я дал ссылку как на этот конструктор, так и на конструкторы для сборки макета умного дома и робота на базе Ардуино. Это наглядные примеры, а так область применения этой платы очень разнообразна. Почему меня это заинтересовало? Еще в школе я занимался в кружке телемеханики. Там делали радиоуправляемые модели, светомузыку, бегающие огни и другие устройства. В 80-х годах это было очень круто. Закончил институт как инженер-электрик по специальности автоматика и управление в технических системах. И около 20 лет работал на радиорынке, где продавал дистанционное управление телевизорами. Монтаж электрики пошел, вдохновившись делать умные дома и автоматику, а реально монтировал обычную проводку. Плата Ардуино содержит порт для подключения компьютера через порт USB. На компьютер устанавливается программа, с помощью которой можно писать программу скетч для управления устройствами, а затем через порт USB ее отправлять в микроконтроллер. То есть у нас не просто конструктор, а целый программный комплекс, с помощью которого мы можем создать свои блоки автоматики. Здесь вы видите бегающие огни, которые я собрал с помощью конструктора. Это пятый урок из этого набора. Всего конструктора 32 урока. Для подключения исполнительных устройств и датчиков используются специальные соединительные провода и монтажная плата, на которой можно собирать схемы без пайки. В данной схеме светодиоды подключены через резисторы, отграничивающие в них ток. Монтажная плата позволяет собирать гораздо более сложные схемы. Давайте посмотрим инструкции, какие схемы мы можем собрать при помощи данного набора. Тут указано что входит в набор. Это первый урок простейший. Как выводить Hello World на экран компьютера. Потом мигающий светодиод. Тут изучаем работу шим-модуляции. Здесь собираем светофор. Результат по пятому уроку вы уже видели. Управление светодиодом при помощи кнопки. Тут рассмотрено управление активным зуммером. Тут управление пассивным зуммером. Тут управление RGB светодиодом. Управление светодиодом при помощи фоторезистора. Подключаем датчик пламени. Температурный датчик. Датчик наклона. Инфракрасное управление. Управление с помощью переменного резистора. Здесь подключаем микросхему для управления большим количеством светодиода. Тут управление индикатором. Тут управление четырехсегментным индикатором. Управление светодиодной матрицей. Управление жидкокристаллическим индикатором. Управление серво двигателем. Управление шаговым двигателем. Управление датчиком движения. Подключение датчика газа. Рассматриваем плату трехосного ускорения. Подключаем ультразвуковой сенсор. Подключаем джойстик. Подключение релейного модуля. Подключение модуля часов. Подключение датчика температуры и влажности. Подключение датчика влажности почвы. И подключение системы контроля доступа. А теперь давайте посмотрим что есть еще в наборе конструктора. Открываем. Таблица цветовой маркировки резисторов. Тут всякие датчики. Фото датчики, датчики наклона, датчик пламени. Набор резисторов. Набор светодиодов. Светодиодные индикаторы. Микросхема для урока. И переменный резистор. Тут датчик движения. Микровыключатели и зуммеры. Жидкокристаллический индикатор. Переходные контакты. Смотрим дальше. Набор для контроля доступа. Тут карточка. Бринлок. И сама плата для подключения. Датчик влажности почвы. Бокс для батареек для независимого подключения платы. Пульт дистанционного управления. Двигатель с сервоприводом. Датчик газа. Плата часов. Трехосное управление. Джойстик. Шаговый двигатель. Ультразвуковой датчик. Датчик влажности и температуры. Релейная плата. Это шаговый драйвер. Дополнительные провода для сборки схемы. И переходные провода. А также сама коробочка. В которой мы можем складывать конструктор. На канал ардуино для начинающих этот ролик зальется первым. Но ведение канала это довольно кропотливая и нелегкая работа. Поэтому я хочу чтобы вы подтвердили что такой канал вам нужен. Для этого подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Ссылку на него я дал в описании. Как наберется 100 подписчиков я начну на него выкладывать учебные видео. А каналом электрика, сантехника и ремонт своими руками я продолжаю заниматься как прежде. В данный момент на нем уже более 30000 подписчиков. Спасибо всем кто подписался на мой канал и поддерживает его лайками и репостами. Расскажите в комментариях что вы думаете о новом канале и вообще об этом видео. До встречи в роликах на новом и старом канале.